Продолжение следует... 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 Сотни Майдана. А потом появились добровольческие батальоны. Как только сотни Майдана были распущены, а добровольческие батальоны ликвидированы, мы видим, как умирает украинская революция. Для тех, кто хочет успешного перехода в Россию, нужно выучить этот важный урок. Но для того, чтобы появились батальоны, эти батальоны должны преследовать одну совершенно конкретную задачу. И много людей в России, которые готовы в том числе жертвовать собой во имя этих самых задач, но эти задачи должны быть в явном виде сформулированы. Но мне кажется, что тут нужно рассуждать так, что наиболее вероятно, что народ обнаружит связь между ухудшением своей жизни и политикой, которую проводит Путин, и за него проголосуют с меньшей охотой. Путин — это персоналия, и вокруг него нет, по большому счету, сильных личностей. Если его не будет, он гарант того, что есть Кадыров, он гарант того, что есть репрессивный механизм. Если его не будет, эта система выйдет из баланса, она не сможет самобалансироваться, потому что там начнет рубилово. Мы сегодня имеем дело с коллективным Путиным. Проблема уже давно не в Путине, а в состоянии общества. Ну, правда, вот все, что мы сейчас решаем, это похоже на дискуссию 2020 года, где в Париже пороть мужиков после возвращения власти или, так сказать, расстреливать. Мы имеем дело с совершенно качественно другой ситуацией. Ждать чуда не имеет смысла. Решение проблемы только внешней силой. Не может быть свободным народ, угнетающий или ограничивающий свободу других народов?